вы знаете зеленский очень сильно изменился в последнее время вы наверное многие заметили это и изменился он в нескольких своих категориях первая категория он во первых стал более таким знаете мужественным я уже говорил об этом что возможно в какой-то качалке качается и там над ним стоит какой-то надсмотрщик либо с хлыстом девушка в коже либо с хлыстом юноша в коже я уж не знаю какие у зеленского предпочтения может быть он лгбт а может быть он и нормальный в этой части своих отношений но факт как говорится на лицо второй это то что зеленский сегодня мастерски мастерски надо отдать ему должное прогинает всю шелупень высокопоставленных политиков в мире вы представляете мы вчера над ним еще смеялись и говорили вот хохотун хохотун а сегодня мы смотрим а все политические силы все государства включая обосранного птицами деда все ему отдают либо деньги либо оружие и возникает вопрос почему что здесь вот такого чтобы зеленского так начали уважать и может быть даже короновали его на какой-то пост местного короля я думаю что все таки те моменты вот исходя из этого те моменты которые просачиваются в прессу под предлогом того что возможно в части украины ну например в южной части украины может быть еще где-то сделают какую-то другую территорию под классический израиль что эти тезисы которые просачиваются они не лишены своего истинного значения почему ну во первых давайте вспомним историю когда те самые декабристы которых в итоге в результате повесили когда они выступали еще перед своей этой стачкой перед выпуском и когда еще они не висели на этом ветру за шеей один из них я единственное что не помню какой он сказал что когда мы победим в россии когда мы сделаем нормальный государственный переворот я первое что сделаю переселю всех евреев в центр и он назвал там какой-то регион турции сегодняшний и там они будут жить может быть он исходил из каких-то добрых побуждений но я когда посмотрел этот регион по карте ну просто взял карту вот в яндексе и посмотрел насколько хорош для существования людей этот регион а оказалось что там только каменистые пустыни и ни одной реки в округе естественно что сделали с этим оратором буквально через два-три дня его повесили на этой самой висельце вместе с пятью его сподвижниками вот и все так вот сама идея она просто не понравилась понимаете целый народ миллиардный народ на самом деле тогда уже был где-то миллиард я думаю переселять в какую-то дыру где нет даже питьевой воды это показалось этому народу не очень хорошо поэтому декабристское движение быстро было пресечено такие цели им не были нужны а вот берем например цели другие когда уже император в конце девятнадцатого века сделал свое императорское общество на него на это императорское общество он купил кусочек земли со зданием там в палестине и потом уже сорок шестом седьмом восьмом годах уже сталин построил там настоящий израиль где он сегодня находится вот эта ситуация она уже была более приемлемой почему потому что израиль задумывался как ключевое место он строился и возводился на центре потоков газа нефти и наркотиков там через него все это протекало плюс еще в этом центре израиль формировал центр всех религий то есть деньги еще шли и по этим территориям по этим путям по религиозным всяким пошлинам чтобы люди которые три потока предыдущих обрабатывали знали куда нести свою десятину десятину закят или там еще какой-то иудейский забыл как он называется что-то маас вот что-то типа этого так вот сегодня ситуация переходит в другую плоскость игры уже те пустынные и может быть в каком-то смысле на мольные земли они становятся неинтересными потому что нефть газ и религия не стали теми самыми главными силами которые руководят этим сегодняшним обществом нынешнее общество несколько переместила свои потоки извлечения финансовой прибыли во первых это стали банки естественно потоки денег во вторых это стали вооружение ну и там дальше в третьих в пятых в десятых хватает вот этих двух областей плюс я бы к ним еще отнес космическую отрасль который на мой взгляд совершенно не имеет никакого материального выхлопа потому что никто никуда не летает а вот деньги распиливаются бюджетные колоссальные просто и они естественно будучи распиленными уходят туда в сторону изучение ветхого завета и вот если вы посмотрите теперь где все эти мероприятия больше сконцентрированы то есть где находится середина банковских путей но естественно между западом европой америка и востоком и теми самыми южными несколькими странами арабскими например то есть это примерно в районе я условно говорю в районе условного крыма или условной той самой украины если мы возьмем космическую отрасль то у нас в ней участвует всего лишь два государства на самом деле это первая украина у которой были и может быть сейчас еще остаются после всех этих бомбежек какие-то ресурсы и россия у америки космической отрасли не было нет и маска это не показатель он занимается твиттером на самом деле поэтому опять он ходит украина как центр и третье это список вооружений дело в том что россия лидирует на рынке вооружений да может быть сша но сша и все остальные страны которые производят небольшие как бы вооружение они лидируют может быть но на рынке вооружений частного характера негосударственного то есть большие огромные ракетные вещи делают только у нас россия и делала могла делать украина и в том числе и ядерные технологии о которых тоже сообщалось у нас они есть мы строим по всему миру эти аэс и на украине тоже там были заводики которые можно было превратить и в аэс и в ядерные бомбы об этом сообщалось поэтому одним из географических центров вот новых теперь сегодняшних потоков стало к сегодняшнему времени украина поэтому возникло два желания первое захватить ее определенным силам ну естественно это ветхозаветные силы поэтому они поставили своего туда короля зеленского накачивают его деньгами ресурсами и имиджем накачали уже и военными силами они хотят чтобы он от их установки там задержался а с другой стороны второе это то что туда хотят перенести опять центр религии опять этот самый израиль поэтому и все и разговоры о новой хазаре новом иерусалиме и тому подобным они как раз исходят из этого момента и сегодняшняя ситуация военного плана на той самой украины нами рассматривается как спецоперация с преступниками террористического характера которые выступали против республик донбасса а ими ими теми самыми западниками она рассматривается как удобная ситуация для переноса израиля на новое место существования и опять накачка его деньгами украденными на территориях на которых они правят я уже говорил в своем каком-то выступлении что все сегодняшние руководители большинства стран большинства стран имеют одно и то же израильское происхождение как это получилось без заговорческих вариантов я не знаю может быть они вот такие супер умные но вы видите их поведение на международной арене и вы видите что они не только не супер умные а что они вообще имеют средневековое мышление но это средневековое мышление оно позволяет им держаться той самой стаи в которой они и были сбиты с самого начала и эта стая позволяет им осуществлять все свои самые смелые придумки поэтому касательно украины я конечно понимаю у всех свои воззрения на эту ситуацию я никого не хочу переубедить я высказываю только свою позицию свое мнение ни на кого не опираюсь ничего не транслирую чужого имеется ввиду я просто говорю что на мой взгляд не все так гладко в этой ситуации которую обустраивает та самая западная пропаганда западное влияние на эту ситуацию с нашей стороны более прозрачно там воюют наши герои там участвуют в этой операции наши ребята герои который исполняет свой определенный военный воинский долг а наше внимание должно быть вот на ту западную сторону и смотреть как они управляются так вот возвращаясь к этому зеленскому еще одна его сторона изменения дело в том что он уже стал миллиардером миллиардером стал на этой самой войне как он ее воспринимает посмотрите как он себя ведет он уже пыхтит на каких-то байденов и даже иногда с ними разговаривать не хочет а различные макроны он их вообще не ставит никуда вы посмотрите он себя ведет как царь этого самого западного мира нету человека который мог бы с ним сегодня там на западе сравниться до такой степени чтобы хотя бы отважиться зеленскому посмотреть в глаза я думаю что это либо актерское свойство когда он умеет играть крутого либо он реально становится крутым потому что все может быть западники присягают ему на верность по крайней мере передача оружия и денег в ущерб возглавляемым им народом и государством выглядит это все так как будто они все эти байдены макроны и тому подобные джонсоны как будто они плюнули на свои государства точнее на возглавляемые ими государства и пошли шестерить у этого самого зеленского я думаю что вот эта ситуация очень важна по ней можно отслеживать будет знаете каким образом что деньги его личные деньги будут расти и расти и расти те которые конечно публичными являются и это будет показателем того что он не зарабатывает нет он не зарабатывает зарплату ему как президенту не повысили а доходность растет это будет говорить о том что действительно его может быть короновали по каким-то зонуским приемом и он теперь знаете такой король мафии на этом самом рынке где торгуется сейчас черное вооружение не зря же уже поймали несколько раз но скажем так его или кого-то из его людей на перепродаже западного оружия туда как в какие-то африканские страны это уже несколько раз было я думаю что это еще раз случится еще несколько раз случится еще много-много раз будет и я думаю что зеленский у нас скоро ворвется в ту самую ну не знаю в какое количество но верхушку этих самых миллиардеров заработав на заработав конечно в кавычках на плаче своего народа народа которым он стал руководить и я считаю что это неправильно что он руководит что иудеи руководит украинским народом я считаю что это неправильно совершенно и как показатель вот вам результат народ плачет и растерзан а его президент здоров накачан и при бабусиках это неправильно